Слово мое и проповедь 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 Скажи сила Я хочу силу Аминь Благослови своего ближнего соседа и присаживайтесь Спасибо Слава Господу Мы сегодня будем говорить Как мы об этом уже сказали Обозначили О дарах Духа Святого И знаете это Ну наверное одна из самых интересных тем В Библии Это наверное одна из самых желаемых Ожидаемых тем Да ведь И Наверное Тема о которой Наверное больше всего спорят Но тем не менее Это все таки То Что Бог предопределил Для церкви И то чего мы хотим Ну если честно да ведь Кто-то хочет на этом месте Даров Духа Святого А кто вообще последний раз об этом Когда Просил, мечтал, желал Сегодня был кто-то? Вчера? Позавчера? Ну я знаю что Прямо сегодня рассуждали Но просто стесняетесь руку поднять Вот и Давайте мы сразу к теме А то сегодня времени мало Откроем первое послание к Коринфянам Первое послание апостола Павла К Коринфянам И он говорит Не хочу оставить вас братья В неведении о дарах духовных Немного пропустим с 4 стиха Дары различны Но дух один и тот же И служения различны А Господь один и тот же И действия различны А Бог один и тот же Производящий все во всех Но каждому дается проявление Духа на пользу Одному дается духом Слово мудрости Другому слово знания Тем же духом Иному вера Тем же духом Иному дары Исцелений Тем же духом Иному чудотворения Иному пророчества Иному развлечения Духов Иному разные языки Иному истолкования языков Все же сие Производит Один и тот же дух Разделяя Каждому Особо Как ему Угодно Вы знаете Как я уже сказал Что Мы видим В Библии В Евангелии Что Бог Определил Для церкви Чтобы в церкви Были Работали Проявлялись Как хотите Дары Святого Духа И когда мы читаем Евангелие Мы очень часто видим Что Как раз таки Дары Духа Они действовали То пророчество То исцеление То чудотворение То дары Слово знания То слово мудрости И когда читаешь Это так вдохновляет Что проповедь Служение Всегда Подтверждались Или проявлялись Дары Святого Духа И я не знаю Как вы Но читая Всякий раз Особенно деяния Особенно деяния Я себе задаю вопрос Господи Где Те дары Которые Ты обещал И которые были Явлены В первой церкви Кто-то понимает Меня Где эти дары Это знаете Как бы похоже на Гедеона Который сидел Выколачивая Что там Пшеницу И пришел ангел Говорит Муж сильный Он говорит Да какой я сильный Где вообще Вот все то Что мы слышали И что было С нашими отцами Где вообще Это все И иногда Сегодня Вот я про себя Говорю Что иногда Вот это вот Чувство Ну где это все Вот хотелось бы Чтобы так же Как там написано Как было В первоапостольской Церкви А мы ведь еще Проповедуем Слышим ли Молимся даже О том Что слава Последнего храма Будет больше Чем первого И думаешь Господи Хоть бы такая же Была как первого Уж там Как бы не до жиру Да Вот Что ну Хотя бы Хотя бы вот Как там Дальше читаешь Иисус говорит Вы сделаете И больше Даже чем я делал И думаешь Господи Ну хотя бы Хотя бы половину Что бы того Что ты сделал Но тем не менее Мы этого ожидаем И мы этого хотим И вы знаете Что меня Больше Чаще всего Меня Немного Как бы Раздражает Это не по-библейски Будет сказать Смущает Да раздражает Пусть будет Раздражает Ладно Когда Когда люди Говорят Ну вот вы Говорите Что Бог Такой Такой А где Где Исцеление Где у вас Вот это Где вот это И как бы Хочется Вот что-то Бы сказать Думаешь А что ты скажешь Было у вас Такое состояние Было И вы знаете Я хочу честно Сказать Что И да И нет Я имею ввиду Что как бы Это и справедливо И не совсем Потому что Даров Мы только что Прочитали Их девять Даров девять И если даже В твоей жизни Каким-то образом Исцеление Очень сильно Могущественно Не проявляется То может быть Стоит обратить Внимание На какие-то Другие дары Потому что Апостол Павел Когда писал Там мы сейчас Конкретно Прочитали Да мы видели Что написано Что Бог Разделяет Каждому Каждому Аминь Кто-то себя Считает Вот В этом В этом слове В каждому Или Или вы За его пределом Если Каждому То это Всем Аминь Каждому Как ему Угодно И Даров Их Девять И это Я хочу Сразу сказать Это сверхъестественные Дары Это сверхъестественные Дары Духа Святого Это сверхъестественная Сила Божья Данная Богом Церкви Для сверхъестественного Служения Чтобы его воля На земле Была явлена Как и на небе Аминь Давайте мы посмотрим Сейчас на эти Девять даров Девять даров Я их сразу разделю На Три Категории И в первую Категорию Даров Входят Дары Откровений Это Информационные Дары Дары Которые связаны С информацией Это Дар Слова Мудрости Дар Слова Знания И дар Различения Духов С помощью Этой Категории Даров Бог Открывает Человеку Сверхъестественные Знания Прошлого Настоящего И будущего А также Открывает Духовный мир Показывая Что внутри Человека Первая Категория Дары Откровений Вторая Категория Это Дары Силы Как бы Скажем Энергетическая Категория Даров Энергия Дары Силы В нее Входит Дар Веры Дары Исцелений И дар Чудотворения Дар Веры Дары Исцелений И дар Чудотворения Через эти дары Бог Делает Доступным Для человека Свои способности И силу Которыми Сам человек Обладать Соответственно Не может Это то Что мы как раз Слышим Видим Ну может быть И в нашей жизни Отчасти происходит Когда Отрастают Конечности Ноги Руки Вырастают Зубы Люди Исцеляются Заменяются Органы Воскрешаются Мертвые И Управляются Стихиями Прекращают Дождю Ну и так далее И так далее Это Дары Силы Вторая категория Третья категория Это Дары Вдохновения Или Провещевания В них Входит Дар Пророчества Дар Иных Языков И Дар Истолкования Языков И Бог Дал Эти Дары Чтобы Принести Наставление Утверждение Утешение Назидание Ну иногда И обличение И Бог Дал Церкви Девять Даров Духа Чтоб Являть Через Церковь Свою Сверхъестественную Сущность И Помочь Нам И чтоб Мы могли Полноценно Служить Богу Я Сегодня Хочу Вместе С вами Посмотреть Первую Категорию Даров Первая Категория Даров О которой Мы Сегодня Сказали Это Информационные Дары То есть Дары Которые Связаны С Информацией Информацией Сверхъестественной Информацией Которую Бог Желает Открыть Человеку Сверхъестественная Информация Итак Дар Слова Знания Первый Дар Который Мы С Вами Сегодня Рассмотрим Дар Слова Знания Знания Дар Дара Слова Знания Это Информация О происходящем В настоящем Времени Или В прошлом Сверхъестественная Информация Которую По-человечески Нельзя узнать Которая Происходила В прошлом Или В настоящем Времени Дар Слова Знания И Сегодня Много Людей Которые Хотели Бы Знать Информацию Которую По-человечески Знать Невозможно Именно Поэтому Сегодня Люди Читают Гороскопы Именно Поэтому Сегодня Обращаются К Гадалкам Но Кто-то До сих пор Еще Наверное Ходит Как они Там Возле Вокзала Цыганкам Чтобы Хоть Как-то Узнать Информацию Которую По-человечески Невозможно Взять Которую По-человечески Невозможно Узнать И вы Знаете Бог Он Предопределил Для церкви Дары Духа Святого Когда Бог Может Открывать Эту Информацию Я еще раз Повторюсь Что это Не информация Которую Мы можем Дедуктивно Предопределить Каким-то Образом Вычислить Это Сверхъестественная Информация Которую Дает Бог Поэтому И называется Дары Духа Святого Это Дары То, что Бог Дает Что по-человечески Узнать Невозможно И Для примера Чтобы было Понятно О чем Речь Давайте Посмотрим В Ветхом Завете Проявление Этого Дара У Елисея Пророка Четвертая Книга Царств Шестая Глава С Восьмого Стиха Царь Сирийского По этому Случаю И призвал Он Рабов Своих И сказал Им Скажите Мне Кто Из наших В сношении С царем Израильским И сказал Один И слуг Его Никто Господин Мой Царь А Елисей Пророк Который У Израиля Предсказывает Царю Израильскому И те слова Которые Ты говоришь В спальной Комнате Своей Смотрите Это категория Даров Которой Ну Практически Все Пользовались Пророки Это информация Которую По-человечески Знать нельзя Но Которую Бог Открывал Пророкам Открывал Для того Чтобы узнать Что происходит Дар Словознания В этот Момент Или в прошлом Словознания Что происходит Сейчас В это время Или в прошлое И Бог Открыл Пророку Что прямо Сейчас Вот там Вот В Екатеринбурге Какие тут районы Есть В Торчермет Не езди Там через Торчермет Ну Я сейчас Не имею ввиду Тем Кто Там живет Там Сегодня Перекопали Ну Я Я просто Говорю Да То есть Ты получаешь Сверхъестественную информацию И И пророк Приходил к царю Говорил Не ходи туда Там Сегодня Залегли Затаились И хотят Навредить И несколько раз Так предупреждал царя Несколько раз Говорил Что туда не ходи Сюда ходи И Царь сирийский Встревожился Потому что Эта информация Она на самом деле Была скрыта Люди Закрывались За тремя Замками Чтобы Какой-то Совет Против Кого-то Заумышлять Заумышлять А они Взяли И Разгадали Этот замысел И таким образом В Ветхом Завете Мы видим Как Действовала Вот это Вот этот Дар Слова Знания То есть Сверхъестественная Информация Которую Бог Дал Елисею Которую Он сам Обладать Не мог В Новом Завете То есть Ветхий Завет Очень много Я просто Пытаюсь Немного Покороче Чтобы Пройти Все три Дара В Новом Завете Мы видим Историю В Евангелии От Иоанна В первой главе Когда Филип Пошел Позвать Нафанаила И он Приходит Ему Говорит Пойдем Посмотрим Не тот Ли это О котором Говорят Пророки Нафанаил Отвечает Да что Там Может быть Доброго Из Назарета Что Там Может быть Хорошего И мы Читаем Когда Иисус Говорит Ему В 48 Стихе Прежде Чем Филип Позвал Тебя Я Видел Тебя Под Смоковницей Нафанаил Отвечал Ему Равви Ты Сын Божий Ты Царь Израилев Сегодня До сих пор Пытаются Угадать Что же там Иисус Видел На самом деле Под Смоковницей Он Афанаила Но Тем не Вене Это Была Информация Которая Была Сверх Естественная Пополученная Иисусом Потому что То что Он там Делал Он точно Понимал Что об этом Никто не знал Об этом Никто не должен Был знать Возможно Он общался Там с Господом Может быть Он там Какие-то Обеты Давал Неизвестно Об этом История Умалчивает Но когда Иисус Сказал Я там Тебя Видел То есть Дар Слова Знания Он Сработал То сразу Нафана Нафанаил Признал Иисуса Как Сына Божьего И царя Израилева То есть Информация Полученная Он Нафанаиле Позволила Признать Иисуса Как Сына Божьего В Новом Завете Мы видим У Петра Об Анании И Сапфире В Деянии В пятой Главе Не буду Читать Всю Историю Вы ее Знаете Когда Петр Спросил Жену Скажи мне За столько Ли продали Вы землю Она сказала Да За столько Помните Да Историю Когда Сначала Анания Солгал И упал Замертво Потом И жена Его То есть Петру Была Открыта Некая Афера С продажей Земли И это Действие Дара Слова Знания Когда Петр Точно Знал Что Точно Не за Столько Но Это Было Не потому Что У нее Из заднего Кармана Торчали Деньги И он Посмотрел И подумал Оооо Оставила Себе Немножко И догадался Нет Это Было Сверхъестественное Вмешательство Божье Когда Сверхъестественно Бог Открыл Что Не за Эту Сумму Аминь Дар Слово Знания О Самарянке Иоанна 4 глава Где Поклоняться Где Не поклоняться Тоже Помните Эту Историю Иисус Говорит Ей Пойди Позови Мужа Твоего И Приди Сюда Женщина Сказала В ответ У меня Нет Мужа Иисус Говорит Ей Правду Ты Сказала Что У тебя Нет Мужа Ибо У тебя Было Пять Мужей И Тот Которого Ныне Имеешь Не Муж Тебе Это Справедливо Ты Сказала Откуда Ему Это Знать Это Была Сверхъестественная Информация Полученная Иисусом И Смотрите В 28 Стихе Уже Написано Тогда Женщина Оставила Водонос Свой И Говорит Людям Пойдите Посмотрите Человека Который Сказал Мне Все Что Я Сделала Не Он Ли Христос То Есть Через Сверхъестественную Информацию О Прошлом И Настоящем Ее Сердце Было Расположено Задуматься О Боге И Пойти Начать Проповедовать В городе Дары Которые Бог Дает Это Не Просто Так Чтобы Чтобы Мы Могли Ну Как бы Сказать Удовлетвориться У меня Же Какой-то Там Дар Есть Они Всегда Даны Для Чего-то В Случае Нафанаила Дар Расположил Его Сердце Признать Иисуса Господом В случае Женщины Этот дар Который Был Сверхъестественной Информацией Женщину Не заставил Но Ну Женщина Пошла Проповедовать Людям Проповедовать Людям То есть Дары Ну Дар Словознание В данном Случае Это Сверхъестественный Дар Который Для Тела Христова Для Церкви Для того Чтобы Получать Информацию Мы 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 Проводили Служение Исцеление Такого Немножко Мужиковатого Вида Такая Она Ну Знаете Это Крепенькая Да И Я за нее Помолился И буквально Через некоторое Время Было Исповедание Она Попала Как раз На Исповедание Ко мне И И вы знаете Когда Бог Мое внимание На нее Обратил Я Увидел Вот Какую Картину Дух Святой Показал Мне Картину Он Перенес Меня В Прошлое В школу Где я Учился И там В параллельном Классе Была Одна Девочка Которая Была Такой Же Комплекции И Которая Постоянно Вот Была В такой Отверженности Которую Постоянно Угнетали Которую Постоянно Обижали Которую Обзывали И она Из-за Этого Была Вот Точно Такой Же И я Увидел Картину Многолетней Давности Как По Лестничному Маршу Сбегает Класс Сбегает Класс И Она Стоит И Все Кто Пихнет Кто Обзовет Кто Еще Что-то Сделает И Она Стоит И я Вижу Что Она В Отверженности И я Понимаю Что Мне Сейчас Бог Показывая Эту Информацию Из Прошлого Он Хочет Сказать Мне По Отношению К Этой Женщине И Когда Эта Женщина Ко Мне Приходит На Исповедь Исповедаться Там Были Анкеты И У Нем Анкете У вас Вы Прыгаете У вас Может Какие-то Проблемы У меня Все Нормально И Вы Знаете Когда Я Спросил Может Ты Что-то Сказать Хочешь Она Говорит Нет Мне Все Хорошо И Тогда Я Начинаю Говорить Основываясь На той Девочке Которую Я Видел В Видении Я Говорю И Начинаю Рассказывать Об Этой Девочке Говоря О Ней Я Говорю Ты И Она Слезы Дух Святой Ее Очень Сильно Коснулся И Там Прямо Фонтан Был И Как Только Я Это Сказал Дух Святой Ее Сильно Коснулся И Тут Ж Была Мне Дана Информация Скажи Ей Что Она Желанная Я Говорю Сейчас Дух Святой Тебе Говорит Что Ты Уже Не Отверженная Ты Желанная И Вдруг В секунду В Ее Лицо Изменилось Она В Одну Секунду Получила Освобождение От Проблемы С Которой Ходила Всю Своей Жизнь От Этой Отверженности В Одну Секунду И Когда Мы Буквально После Этого Вышли Опять Прославить Господа Она Со Своей Комплекцией Прыгала Выше Всех Остальных Аж Пол Сотрясался Человек Который Получил Освобождение Я сейчас О чем Говорю Дух Святой И Сегодня Дает Эту Информацию Сверх Естественную Которую По-человечески Мы Знать Не Можем Но Когда Бог Дает Ее Он Дает Для Чего То Мы Прочитали В Первом Коринфянам В 12 Главе Разделяя Каждому Во-первых Во-вторых Давая На Пользу Эта Информация Которую Мы Получаем Через Дар Слово Знания Либо Через Дар Слово Мудрости Она Не На Вред И Не На Зло Это Не Для Того Чтобы Человеку Навредить Господь Дай Мне Какую-то Информацию Я Хочу Вот С Моим Братом Разобраться Я Приду К Нему И Скажу Я Знаю Про Тебя Все Бог Не Дает Для Вреда Если Господь Даже Что-то Открывает Это Для Пользы И То Что В этом Случай Господь Открыл Это Было Для Пользы Чтобы Она Получила Освобождение Сверх Естественно Понимаете Дар Словознание Информация Которую Знать Невозможно Я Даже Слышал Пока Только Слышал Но Мне Это Интересно Что В Евангелизациях Люди Также Используют Вот Дары Словознания Для Того Чтобы Проповедовать Людям Один Молодой Человек Приехал Я Не могу Скать Что Он Мой Хороший Знакомый Не Могу Скать Что Незнакомый В общем Его Вот Я Как бы Его Знаю Через Маму И А он Сам Был В Испании Уехал В Испанию Там Остался Уверовал И Был В Церкви Обратился И И Ходил В Церковь И Вот Он Приехал В Нижний Тагил А Как раз Там У нас Евангелизация Была Вот И Они Пошли Просто Ну К Людям Приставать Ну Как У нас Евангелизация Это проходит Обычно Вот И Они Когда Шли Мне Просто Рассказал Знакомый Который С ним В паре Пошел Что Говорит Увидели Девушку Молодую Девушку Которая Сидела И Плакала И Говорит Подошли К ней Она Сидит И Ревет И Он К ней Подошел И Говорит У него Начался Дар Слова Знания Он Давай Ей Рассказывать Он К Подошел И Слезы Перешли В удивление Она Сидит И Не Поймет Откуда Он Про Нее Все Знает И После Того Как Он Про Нее Все Рассказал Он Сказал Господь Любит Тебя Давай Призовем Имя Господа И Она Покаялась Обратилась То То есть Дар Который Сработал Для Того Чтобы Успокоить И Обратить Ее Сердце К Господу То То есть Дары Для Того Чтобы Сегодня Приносить Приносить Ну Как В церковь Ну Людям Да Через Верхъестественную Информацию О Прошлом Или Настоящем Приносить Божью Благодать Итак Это Был Дар Слова Знания Дар Слова Знания Дар Слова Мудрости Разница Между Даром Слова Знания И Даром Слова Мудрости Она Лишь В том Заключается Что Дар Слова Знания Это Сверхъестественная Информация О Прошлом Или О Настоящем Дар Слова Мудрости Это Сверхъестественная Информация О Будущем О Том Чего Еще Нет Сверхъестественная полученная информация о будущем. И сразу хочу сказать, что дар слова мудрости – это не мудрость житейская, и это не мудрость библейская. Это не та мудрость, которая нам приходит от жизни, хотя это хорошая мудрость, и это не та мудрость, которая приходит нам через знание Библии. То есть Соломон, он хоть и был мудрым царем и назван человеком, у которого был самый мудрый на земле, но тем не менее у него не был дар слова мудрости, у него просто была мудрость, мудрость от Бога. Итак, в Ветхом Завете, как работал дар слова мудрости? У пророка Михея, 3 книги Царств, 22 глава, пришел к царю, царь сказал ему, 15 стиха, Михей, идти ли нам войной на Ромао в Галатский или нет? И сказал тот ему, иди, будет успех, Господь предаст его в руки царя. И сказал ему царь, еще и еще заклинаю тебя, чтобы ты не говорил ничего, кроме истины во имя Господа. И сказал он, я вижу всех израильтян рассеянных по горам, как овец, у которых нет пастыря. И сказал Господь, нет у них начальника, пусть возвращается с миром каждый в свой дом. Там наверняка помните эту историю, когда было много пророков, и все говорили, да, идите царю израильскому и царю иудейскому, все нормально, вы победите, давайте там один даже себе рога придумал, вот так вот забодаете, короче, у вас все будет хорошо. Позвали Михея и говорят, скажи только, что хотят слышать. Он говорит, да, тогда идите. Но царь говорит, во имя Господа, скажи правду. И ему открывается сверхъестественная информация о будущем. И он говорит, я вижу, он говорит, я вижу через видение, как все рассеяны и война проиграна, и каждый идет в свой дом. Сверхъестественная информация, которую получил Михей, она была дана для того, чтобы предостеречь. Но в данном случае не послушали, и оно так и произошло, войну проиграли. Но дана была информация, которую знать было невозможно. О будущем, что произойдет в будущем. В Новом Завете мы можем видеть историю Анании и Савла в Деянии в 9 главе. И там написано, что с 10 стиха в Дамаске был один ученик именем Анания, и Господь в видении сказал ему Анания, он сказал, я Господи. Господь же сказал ему, встань и пойди на улицу, так называемую прямую, и спроси в Иудином доме торсянина по имени Савла, он теперь молится. И видел в видении он, Савл, мужа имени Мананию, пришедшего к нему и возложившего на него руку, чтобы он прозрел. Анания ответил, Господи, я слышал от многих о всем человеке, сколько зла сделал он святым Твоим в Иерусалиме. И здесь имеет от первосвященников власть взять всех призывающих имя Твое. Но Господь сказал ему, иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя Мое пред народами и царями и сынами Израилевы. И я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя Мое. Кстати, будет сказано, наверное, это справедливо, но мы, если будем наблюдать, как действуют дары, читая Евангелие, то мы увидим, что очень часто дары действовали не поодиночке, а они действовали в паре, один и следом другой. И смотрите, эту я историю как раз вот хочу вместе с вами немного разобрать, как дар слова знания и дар слова мудрости, они совместно действовали. Смотрите, через дар слова знания, вы помните, дар слова знания, это о настоящем и о прошлом. А на ней были открыты такие факты, как конкретная улица и конкретный дом и имя человека, с которым он должен говорить. Бог даже сказал, что Саввел теперь в этот момент молится. Об этом он сам не мог знать, и это был дар слова знания, через который Бог открыл эту информацию. Также А на ней было открыто, что Саввел, он видел в видении А на нее, который пришел и возложил на него руку. Это тоже был дар слова знания, как фактическая информация. Но затем, когда Анания спросил, что этот человек столько зла сделал, может быть, я не пойду. И тогда здесь, смотрите, уже дар слова мудрости, то есть о будущем Господь открывает. Он говорит, иди, я покажу ему, сколько ему нужно пострадать и сколько ему нужно будет сделать для меня в будущем. То есть, как бы два дара, которые один за одним были, как скажем, сработали, да, показав сначала настоящее, а потом и будущее. Ну, это мое личное мнение, да, что вот, ну, это мы разделили дары, чтобы нам было более понятно. Там дар слова знания, дар слова мудрости. Когда Господь приходит и что-то делает, там какая разница, это мудрость или это знания, это просто сверхъестественный дар, да ведь? Но тем не менее, мы можем видеть, как дары работают в парах, ну и даже в тройках. И Анания, конечно, пошел, и все было хорошо. Он подчинился, он подчинился и пошел. Вы знаете, когда мы подчиняемся, на самом деле, наш авторитет человеческий, он ставится, он ставится, знаете, как бы под такую проверку, доверим ли мы Господу или нет. Я помню свои первые опыты, ну, первый опыт, вернее, когда, когда, когда Дух Святой мне показал одну сестру, жену, нет, давайте с другой пример, ладно, а то тут, говорят, тут вещается еще куда-то, показал жену. Ко мне пришли, попросили помолиться за одну семейную пару, которые, которые не могли уже несколько лет родить, у которых, которых не было детей, и они ходили, видимо, к врачу, и ничего не получилось. И когда ко мне пришли, сказали, сходи, я подумал, я что, Бог, что ли, ну, если медицина не может помочь, да, и тут же Дух Святой сказал, иди и скажи им, что через год у них будет ребенок. И вы знаете, и это, это, это была неделя, которую я ждал до встречи с ними, это была самая ужасная неделя в моей жизни, потому что я понимал, что мой авторитет как человека сейчас ставится под сомнение, потому что, представляете, если я сейчас приду, это и скажу, а этого не будет. А вдруг я услышал просто свой человеческий голос, а вдруг еще хуже, этот дьявол лукавый меня разводит. И это было самое ужасное время, потому что, потому что я боролся, я думал, как я скажу то, чего я не знаю. Это был мой первый опыт. И вы знаете, что произошло? Я не сказал. Я испугался, честно говорю. Знаете, слава Богу за Бога, что он не сказал, больше я с тобой не буду разговаривать. Бог понимает, что это наш опыт, и мы должны в этом опыте научиться Ему доверять. Мы должны научиться Господу доверять, даже если наш авторитет, он ставится под сомнение. Даже если мы будем своим авторитетом страдать. Но Бог хочет, чтобы мы научились не только Его слышать, но и говорить ту информацию, которую получаем, сверхъестественную информацию о какой-то ситуации. И когда Господь меня учил, я помню, это были еще 90-е годы, там ближе к концу 90-х, когда еще были очень большие проблемы с зарплатами, и у нас были очень большие задолженности нам были должны, и нам не выплачивали, и я шел на работу, и я помню, Дух Святой, мне надо было идти на работу 40 минут по полю, я один ходил, и у меня было хорошее время помолиться, с Господом пообщаться. Я помню, как Дух Святой меня учил. Он говорит, приди сегодня и скажи, сегодня будет зарплата. Я приходил на работу, я садился с мужиками, я говорю, сегодня будет зарплата. На меня так смотрели, как на ненормального. Приходил мастер на разнарядку и говорил, начальники сказали, денег не будет, а я же получил информацию, я говорил, да как, будет, они говорят, откуда ты знаешь, я же не мог на работе сказать, мне Господь сказал. И буквально в обед я уже ломался. Я говорил, ну ладно, наверное, не будет. И вы знаете, к концу дня привозили зарплату. И Дух Святой говорил, ты должен научиться мне доверять. Если я тебе говорю, говори это, не бойся. И буквально через неделю, а такого никогда в жизни не было, потому что следующая зарплата, она должна быть месяца через полтора, как минимум, потому что были очень большие, вот, с выплатами, такие задолженности, задержки, задолженности, да. И Дух Святой опять мне говорит, скажи, что сегодня будет зарплата. И я понимаю, что это Дух Святой говорит. Я прихожу, сажусь так же на работе с мужиками, говорю, сегодня будет зарплата. Всех вдохновляю. Приходит мастер на разнарядку, говорит, денег не будет. Я до обеда честно стою в вере, в проломе. Ближе к концу смены, я внутри говорю, ну, наверное, не будет. В конце смены привозят зарплату. И так было трижды. Представляете, трижды. Третий раз уже я домой пошел, и машина, на которой зарплату привезли, она встретила меня по дороге. И я сказал, Господи, хорошо, что Бог не человек. Я бы от такого, как я бы, уже отказался. Потому что бесперспективный совершенно. Потому что авторитет нас, он страдает, да. И в последний раз я помню, как я стоял в вере. Потому что это было архи невозможно, чтобы зарплату опять дали. Вот просто невозможно. Я говорю, дадут, все говорят нет. Я говорю, дадут, все говорят нет. Представляете, как думаете, дали нет? Ее в столовой насобирали мелочью и привезли нам, дали одним. Я победил. Я к тому это говорю, что Дух Святой, Он учит. Он учит, чтобы мы привыкали к Его голосу и к этой информации, которая по-человечески, она, ну как бы, ну, сверхъестественная, ее просто знать нельзя. Но Господь хочет научить для того, чтобы потом использовать нас в этом. Аминь. Бог хочет научить нас доверять Ему. И когда уже в следующий раз подобная ситуация, с которой я встретился, опять-таки на выезде, одна женщина, на которую также Дух Святой обратил мое внимание, она плакала, и вокруг нее начала уже собираться какая-то там массовка, и все было уже дело под срывом. Я подошел, сказали, что Дух Святой ее коснулся, и она у нее проблема, она не может рожать. Она не может рожать, она бывшая наркоманка, она прошла реабилитацию, и у нее там все настолько плохо, что это вообще нереально, и какие только за нее мужи не молились, и ничего не получалось. И Дух Святой проговорил, показал мне ляльку, говорит, скажи, что у нее будет ребенок. И просто имея негативный опыт, я уже подошел и сказал, слушай, я говорю, через год у тебя будет ребенок. Начал за нее молиться, и на нее Дух Святой сошел. Ну, в смысле, не как на Марию, чтобы зачать. А я имею в виду, что сила Божья на нее сошла. И вы знаете, она была из другого города, и как бы я особо-то, ну, не проверял, но потом, через какое-то время до меня доходит информация, мне говорят, помнишь ту женщину? Я напрягался, вспоминал, потом вспомнил. Говорят, а ты знаешь, что она родила? Ну, я сделал вид, что я даже нисколько не удивился этой информации. Хотя для меня, конечно, это тоже было чудо, как когда Дух Святой учил меня доверять, доверять Ему и говорить эту информацию. Пока с примерами достаточно. А если чуть больше времени? Я не могу просто одну историю не рассказать. Это тоже было на работе. До того, как я устроился в церковь, я работал на обычной работе, на обычной работе, и я был в отпуске, и отпускные свои я уже потратил на ремонт квартиры, соответственно, денег у меня не было, а отпуск только начался. Вы все понимаете, да, мою ситуацию. То есть мне надо было отпуск до конца догулять, и еще потом месяц отработать. То есть перспектив на денег вообще не было. И это было тоже еще давненько. Я делюсь своими первыми опытами, потому что они для меня самые такие интересные. И приходит ко мне мой родственник, у которого я хотел купить машину. Это была моя первая машина, это была моя мечта. И я сказал, если будешь продавать, то только мне. И он приходит ко мне и говорит, я буду продавать. Но у меня уже есть покупатели, поэтому если в течение там, не помню, там недели, по-моему, он сказал, достанешь деньги, то я ее продам тебе. Я ему сказал, покупаю. Ну так вот ляпнул. А потом уже куда деваться. Вот. Он ушел. У меня, конечно же, денег не было. И та сумма, которую он назвал, она была где-то в 8 раз больше моей зарплаты. Мою, понимаете, да, ситуацию и мое состояние. Что делать? Я пошел просто в тайную комнату. Я зашел в тайную комнату и начал молиться. Ну как мы молимся? Господь, это же для тебя машина, ты понимаешь, я буду тебе служить. Кто-то понимает меня, так молитесь, нет? Все, что мы просим для себя, мы же говорим, что Богу это нужнее. Но слава Богу за Бога, он нормальный. И когда в тайной комнате я молился, я в видении увидел свою работу, увидел место, лестничный марш, с которого я спускался и увидел человека, который был заместителем директора одной фирмы, который в тот момент снимали в этом помещении, где я работал, снимали комнату. Я его знал, я его знал. Я точно понимал, раз я это увидел, я точно понимал, что он мне даст денег. Я быстро собрался и побежал на работу. Я пришел на работу, я нашел эту лестницу, на которой я себя видел в видении. Я встал на это место, ну как бы, ну, давай. Ничего. Я поднялся вверх, я как в видении спускаюсь, говорю, давай. И ничего. И представляете, я там походил, побродил и сказал, Господи, может быть, я просто как-то не так тебя услышал или увидел. И я поехал домой. Я поехал домой Господу жаловаться. Через буквально пару-тройку дней, очень короткий промежуток времени, мне нужно было поехать на работу. Я уже забыл про свое видение. Я приехал на работу, какая-то там встреча была, что-то там произошло. И я даже уже забыв об этом видении, пошел домой, спускаясь по этой же лестнице, и вдруг он мне навстречу выходит вот так вот, прямо как в том видении. И останавливается, говорит, ты мне нужен. У меня, говорит, там есть одна работка, и он мне называет сумму ровно столько, сколько мне нужно было денег. Он говорит, возьмешься, а у меня еще отпуск не закончился. Я говорю, конечно, где же ты раньше был. Мы с ним идем, обговариваем, и вот за это время отпуска, остатки отпуска, да, я зарабатываю эти деньги, я покупаю машину, и понимаю, что Господь, Он просто позаботился обо мне через свой дар. Дар слова мудрости, показав ситуацию сверхъестественную о будущем, через которую Он меня и благословил. Понимаете? Нам иногда кажется по-человечески, и мне точно так же кажется, вот мне бы дары бы исцелений, Господь, они же тебе, знаешь, как нужны, дай мне дары исцеления. Дары чудотворения. Вот нам бы вот эти вот дары веры бы, да, вот эти вот силы дары. И мы больше говорим о них, как будто бы все вокруг них вот только строится. И когда нет исцеления, мы говорим, ну как-то Господь уже не действует. А как остальные дары? Как насчет остальных? И я вот уверен, что я сейчас говорю, наверняка кто-то себя ловит на мысли, что у тебя было это в жизни. Ты наверняка понимаешь, о чем я говорю. Дар слова знания, сверхъестественная информация о прошлом и настоящем. И дар слова мудрости, сверхъестественная информация о будущем, которую Бог нам дает, которую по-человечески невозможно знать. И третий дар, это дар развлечения духов. И дар развлечения духов, чем он не является, он ничего общего не имеет с материальным миром, это не метафизическое действие, это не чтение мыслей, не имеет ничего общего к психоанализу и к экстрасенсорным способностям, и никак не связано со сферой человеческого разума. И ошибочно считать, что дар распознания духов это дар распознания бесов. Нет. Три сферы, где этот дар может действовать. Различие Божьего Духа, Демонического Духа и Человеческого Духа. И в книге Деяний мы видим, как, по-моему, служанка рода, да, шла за апостолом Павлом и кричала, этому же Бога Всевышнего его слушайте. И это продолжалось написано несколько дней. И когда апостол Павел получил дар распознания духов, да, он сказал, заткнись и выйди из нее. Такая же подобная ситуация была и Элима Волх в книге Деяний. Там Павел сказал ему, исполнившись Духа Святого и устремив на него взор, 13 глава 6, там стиха можно почитать. О, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола и враг всякой правды, перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних? Апостол Павел говорит, о, исполненный всякого коварства, он говорит то, что он увидел в нем. Это не то, чтобы он ругался на него, как бы мы сказали, о, пик, 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 пик. То, что он увидел внутри него, он о том и сказал, злодей, всякого исполненного злодейства, сын дьявола, враг всякой правды. Да, про Элима Волх. Сколько ты еще будешь совращать с прямых путей Господних? И вот на тебя рука Господня. Ослепнешь и ослеп. Волхов. Дар распознания духов. Иосия, сын утешения. Помните? Деяние 4 глава. Там написано, что так и Иосия, прозванный от апостолов Варнавою, что значит сын утешения, левит родом киприянина, у которого была своя земля, продав ее, принес деньги и положил к ногам апостолов. Апостолы прозвали его сын утешения. Это не просто было имя придумано. И это не то, что он принес деньги, ты сын утешения, не принес сын дьявола. Пожертвовали сегодня сыны Господа? Не пожертвовали? Это не от этого было, да? Но они увидели его сердце. Они увидели его сердце. То есть это не только дар распознания духов, это не только видеть дьявола, но это также видеть и Дух Божий, и видеть Дух человеческий. Сверхъестественность есть, конечно же, дар развлечения духов. Ну тоже мой первый опыт. У меня была первая домашняя группа. Первая домашняя группа. И мы очень много молились. Это были 90-е годы. Тем, кто пришел позже, этого не понять. Мы очень много молились тогда. За освобождение, за что только они молились. За холодильники молились, чтобы они наполнялись. За кошельки. И вот мы молились. Мы молились друг за друга. И я как лидер домашней группы молился за всех. И вот дошла очередь до одной женщины, которая была моим помощником. Которая очень хорошо, на мой взгляд, развивалась, росла в Господе. И я просто хотел за нее помолиться. И вдруг у меня просто приходит понимание внутреннее, что сейчас внутри нее дух блуда. И мне нужно было это сказать. Как вы понимаете, я же сказал, что это первый опыт. Во-первых, я не мог это сказать при всех. Я думал, скажу попозже. Но как сказать попозже? А вдруг не так? Я тогда ее обижу. И больше, скорее всего, не увижу в домашней группе, ну и в церкви тоже. И как вы понимаете, я промолчал. Я промолчал. Мне было неудобно. И через некоторое время она перестала ходить на домашнюю группу. И когда я пошел узнавать, вдруг мне рассказали, что она уже какое-то время сожительствует с мужчиной. И там уже и выпивает. И одно, и другое, и третье. И я понял, что мне нужно было тогда сказать, что возможно, возможно, ну как-то аккуратно обличив ее, можно было бы ее, ну скажем так, ну спасти, что ли, да, от этого, чтобы она осталась. И я долго над этим думал, потому что ну как? Как вот сказать человеку, да, что он вдруг тебе открывается, да, что человек там, ну например, своровал что-то. Или что у него какие-то проблемы? Вот как? А вдруг нет? А вдруг нет? И это был мой первый опыт, да. И когда, и когда уже позже, да, уже позже, уже церковь, в которой я сейчас являюсь пастором, она уже была открыта. И на одной из молитв мы молились, я уж не помню за что, но два человека вдруг начали как-то себя вести подозрительно. Они начали говорить, да вообще Бог не благословляет, сколько ни работай, ничего нет. И знаете, как-то начали так вот возмущать людей вокруг себя. И Дух Святой прямо четко дает мне понимание, четкое понимание, что они сожительствуют. Конечно, я при всех не стал говорить, но я их отозвал в сторону, и я им сказал, вы знаете, у вас есть вот это, и вот это, вот это, и вот это. И попал в точку. Они голову опустили, признались, исповедовались, ну, и аллилуйя. Как бы на тот момент. То есть, когда мы доверяем Господу, да, Господь не делает это во вред, чтобы уничтожить, унизить человека, но чтобы разоблачить грех. Понимаете? И это тоже сегодня происходит в церкви. Это то, что происходит. Давайте помолимся, чтобы время остановилось. один молодой парень пришел и попросил, ну, вернее, сказал, что он уже давно верующий, и он хочет ходить в церковь, он хочет быть в команде, он там умеет, умеет, не буду говорить, что делать, то есть, ну, он умеет служить. И я вот сказал, что да, развлечение духов, да, это когда Бог показывает и то еще, что в человеке. И когда мы с ним разговаривали, я думал, хороший брат, такие нужны, надо позволить ему служить. И как только я начал об этом думать, Дух Святой показал мне, обратив меня опять-таки в моих мыслях на одного моего старого приятеля, который тоже был верующий и в моей был домашней группе, но который, знаете, как вот называют, хромал на оба колена. И у него была проблема постоянно с пьянкой, и как только вот он пропьется, придет в слезах, там, в соплях, извиняюсь, там, каюсь, и вот гад я такой, его простишь, он буквально за короткое время поднимется и опять в ту же самую яму. И это постоянно, ну, у того постоянно продолжалось. И когда Господь мне показал того брата, которого я знал, у которого была проблема, он мне показал, говоря об этом. Понимаете, о чем я? Мысль, да? Что, то есть, для меня было понятно, что у этого внутри то же самое, что и у того. И когда я все-таки взял время, чтобы не торопиться в служение его не тащить, то вдруг время как раз показало, что он такой же, как и тот. И Господь просто предостерег. Ну, просто предостерег церковь, чтобы об него не приткнулись, и предостерег меня, чтобы, ну, когда человек падает, ну, который рядом, ну, я, скажем так, тяжело переношу такие вещи, вот я расстраиваюсь, и, видимо, чтобы не расстраивать меня, Господь предостерег. Ну, и последняя, наверное, история, когда тоже Бог показал одного человека и сказал, что, ну, дух ей завели в нем. И когда мы начали говорить, он это так прятал, и он чуть не разделил церковь. Чуть не разделил церковь, но когда Господь сказал и показал, то церковь была, ну, очень-очень быстрыми действиями, она была сохранена, вот, и Господь защитил. О чем я сейчас говорю? О том, что дары откровений или информационные дары, они даны нам для полноценного служения Богу. Вообще дары Духа Святого, они даны нам для полноценного служения Богу. И вот первая категория, это информационные дары, это информация сверхъестественная о прошлом, о настоящем и о будущем, а также дар распознания духов. Это то, что Бог дал для церкви. Это то, что Бог дал для людей, для нас. И это то, чем мы должны пользоваться и познавать Господа в этом. Конечно, я сейчас не говорю, что этом все должны пользоваться, да, но Бог сказал, что я разделил каждому, как мне угодно. Бог дал каждому абсолютно. Аминь. Каждому. То есть, ну, нет никого, кто бы не обладал каким-то из этих девяти даров. Ну, и раз уж девять даров, а первая категория три дара, да, то, я так понимаю, что в церкви третья часть, правильно я тебя посчитал, третья часть должна обладать, ну, как бы вот, ну, вот, вот, вот этой вот категорией даров, да. Вот. И доступ к божественным дарам является через крещение Святым Духом. То есть, это своего рода портал. Когда мы крещены Духом Святым, это открывает нам доступ к дарам Духа Святого. Мы можем быть спасены, и слава Богу, но на этом все не заканчивается. После спасения нужно получить крещение. Аминь. Ну, и давайте уж еще местописание прочитаем. Деяние 1,8. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. И во второй главе Деяний мы читаем, как внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнился весь дом, где они находились, и явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал провещевать. Знаете, можно быть наблюдателем, можно быть читателем. И это как бы неплохо, когда мы читаем, как дары, они действовали у кого-то. Можно наблюдать, как сегодня оно где-то действует, что-то происходит. Можно смотреть со стороны, а можно быть в этом участником. Аминь. Можно в этом участвовать. И после самого главного, это спасение, это нужно получить крещение. Крещение – это получить силу. То есть Дух Святой, который сходит на человека, который в человеке, Бог сказал, что вселюсь в них в пророчествах в Ветхом Завете. Он сказал, вселюсь в них, буду ходить в них, буду их Богом, они будут моим народом. Господь говорил еще с пророков, что Он хочет сделать, чтобы быть в нас. Чтобы те дары, которые были на Ветхом Завете, на священников, на пророках и на судьях, на царях, чтобы сегодня эти дары же были в нас, верующих в Иисуса Христа. И они сегодня нам доступны через крещение Духом Святым. Когда Дух Святой крестит нам, мы получаем силу. Мы об этом прочитали, что вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. То есть мы будем иметь доступ к этим дарам. Дух Святой. Субтитры подогнал «Симон»